Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим об очень важной, на мой взгляд, теме, которая сейчас стала крайне актуальной, особенно после того, как Федрезерв анонсировала совершенно беспрецедентные меры экономического стимулирования. Итак, можно сказать, что одной из самых обсуждаемых тем прошлой недели, разумеется, в финансовой сфере, стали те меры, на которые пошел американский регулятор касательно монетарного стимулирования. Эти меры с целью смягчить экономические последствия для национальной экономики распространением пандемии коронавирусной инфекции. О чем конкретно идет речь? Помимо того, что Федеральная резервная система снизила ключевую процентную ставку до около нулевой отметки, обнулила нормы резервирования для коммерческих банков, а также расщедрилась на расширенные своп-линии долларовой ликвидности для зарубежных центральных банков, Федеральная резервная система также анонсировала неограниченную по срокам и объемам программу количественного смягчения, фактически заявив, что отныне покупки казначейских облигаций, а также обеспеченных ипотекой ценных бумаг будут продолжаться бесконечно. С 23 марта Федрезерв ежедневно выкупает бумаг на 125 миллиардов долларов. Это 75 миллиардов идут на трежерис, 50 миллиардов ипотечных облигаций, в неделю получается 625 миллиардов. Это, друзья, в 30 раз интенсивнее, чем программа количественного смягчения QE2, в 35 раз интенсивнее QE3 и в 40 раз интенсивнее QE4, которая действовала с октября 2019 года и о ней как раз очень детально говорил в одном из прошлых видео. Если немного расширить горизонты планирования и размышления, скажем, на ближайшие 6 месяцев, согласитесь, что хотя бы 6 месяцев программа, новая программа количественного смягчения, назовем ее QE5, ну точно должна просуществовать, то получится, что барабанная дробь Федрезерв собирается влить в национальную финансовую систему 15 триллионов долларов. Для справки, вся денежная масса мира равна 80 триллионам долларов. Все акции на мировом рынке это 70 триллионов долларов. Друзья, Федрезерв собирается напечатать 15 триллионов долларов. Вы знаете, мне стало интересно, сколько это денег, в прямом смысле, сколько тонн денег собирается напечатать Федеральная резервная система. Если исходить из того, что 1 миллион 100 долларовыми купюрами весит 10 килограмм, получается, что печатный станок Федрезерва собирается в ближайшие 6 месяцев выдать тысячи тонн баксов. А теперь к сути, о чем я хотел сегодня прямо точно вам сказать и на что хотелось сделать основной акцент. Очень часто на просторах интернета мне встречались комментарии о том, что конец доллара близок, США на грани дефолта, они уже почти не отвечают по своим обязательствам. Посмотрите, якобы, сколько они должны и так далее и тому подобное. Мне всегда было забавно все это видеть и все это слышать. Признаюсь, при этом не просто объяснить, почему американская экономика это нерушимая империя, с которой ничего не случится. По крайней мере, в ближайшие лет сто уж точно. И вот ФРС сейчас своими действиями помогает это сделать. Напомню, что ФРС на полную катуху в кризис перезапускает печатный станок, элегантно прикрывая его термином бесконечного QE. Я думаю, многие из вас видели или, по крайней мере, знают, что в США есть счетчик государственного долга. Находится он в Нью-Йорке на площади Тайм-Сквер. Так вот, многие хейтеры американской экономики часто смакуют этот показатель, пророча скорый закат американского капитализма. Да, цифры там реально страшные. Постоянно растет, поскольку растет дефицит бюджета, расходы ведь опережают доходы. На сегодняшний день на табло, на Тайм-Сквер, значится долг в 23,7 триллиона долларов. Многие тычут в этот показатель, мол, США уже никогда не выберется из этой долговой ямы. Ну, вы что, серьезно? Вы верите в эту ерунду? США не смогут справиться с долгом в 23,7 триллиона долларов? То есть США, где находится печатный станок, кто может печатать доллары когда угодно, сколько угодно, не сможет рассчитаться по долгам в долларах? Искал я аналогию, друзья, вот с чем можно было бы сравнить. И нашел, я думаю, уместно. Это все равно, что имея свою пчелиную пасеку, сказать, что вы не сможете отдать литровую баночку меда в качестве долга, которую взяли у соседа год назад. Вы же понимаете, что это абсурд. США только в ближайшие 6 месяцев напечатают 15 триллионов, причем так, просто чтобы поддержать национальную экономику, признаюсь, в очень тяжелые времена. Возвращаясь к вопросу, почему США никогда не обанкротятся, друзья, ответ до невозможности прост. Да потому что долг США номинирован в долларах, которые при необходимости всегда могут быть напечатаны. Продолжаться это будет вечно. Более 70% американского долга это деньги, которые США должны другим государствам. Для этих стран, а на минуточку, это все страны мира, США и американские облигации это самое надежное, что только может быть. Им доверяют, потому что знают, кому принадлежит печатный станок. И вы также, друзья, это знаете. Поэтому никогда больше не поддерживайте абсурдные заблуждения и идеи о том, что США не смогут покрыть свои долговые обязательства. До тех пор, пока доллар остается главной резервной валютой, пока сохраняется спрос на американские казначейские трежерис, США никогда не обанкротятся. И всегда смогут при необходимости рассчитаться по любым долгам, особенно тем, которые номинированы в долларах. Друзья, а что обо всем этом думаете вы? Обязательно пишите в комментариях. Спасибо.